Шутки только в тему. В гимназии «Перспектива» дети шутят уже давно и профессионально. Старшей команде КВН 6 лет, а младшей 4 года. Пятиклассник Ян Игнатьев в «Перспективочке» со дня основания. Кого только не приходилось играть Яну. И звезд отечественной эстрады, и экстрасенса. Уже четвертый год играю в КВН, не собираюсь заканчивать. Мне нравится именно выступать на сцене. Чаще всего у меня бывают какие-то отдельные роли в приветствии. Как и другие участники «Перспективочки», большое внимание Ян уделяет репетициям. Шестиклассник Дмитрий Корнеев в команде поет. Я отвечаю больше за вокал, потому что это достаточно важно для профессиональной игры в КВН. И я думаю, это достойно. Команда «Перспективочка» побеждала на городском и областном уровнях. И не впервые участвует в этапах финала телевизионного шоу таланта в детский КВН. Для этого девчонкам и мальчишкам, а также их родителям приходится вкладывать в подготовку много сил. Расписание жесткое, но и результат не заставляет себя ждать. Мы в Самаре неоднократные чемпионы, то есть несколько сезонов подряд, много сезонов подряд. С каждым разом, я считаю, ребята приобретают все больше и больше опыт. Помимо того, что мы в Самаре играли, мы ездили в Анапу на международный фестиваль и участвовали в телевизионной лиге в Москве тоже неоднократно. И вот буквально в пятницу мы опять уезжаем на полуфинал. Полуфинал всероссийского телевизионного шоу таланта в детский КВН пройдет 12 и 13 мая в Москве. В нем примут участие 12 команд со всей страны. Самарцы смогут поболеть сразу за две команды из родного города «Перспективочку» и «Спутник». Юлия Василькина, Николай Епифанов, События. Юлия Василькина, Николай Епифанов, События.